Под этой тёмной тканью скрывается ещё более чёрная лошадка в мире аудиоиндустрии. Бренд, который за минимально короткий срок смог ворваться в лигу начального и среднего хай-фай сегмента, расталкивая и сминая конкурентов, правивших балом более полувека, кстати. Досмотрите видео до конца, и мы поспорим с вами и разыграем вот этот вот классный компакт-диск, друзья. Беклов, кстати, похож на дебешмот. Удивительный факт, но вот эта вот фирма не из США, а Англии, Южной Кореи, как это было модно совсем недавно. Да что уж говорить, он вылетел не из недр более жёсткой Северной Кореи, его облик и характер был выкован в России. Давайте вместе сорвём покровы и посмотрим на топовый CD Premiere C1S Pro. Разберёмся, почему он стоит всего 75 тысяч, но при этом может быть использован даже в профессиональных студиях звукозаписи. Также мы оценим его возможности и решим, стоит ли его ставить домой и как он себя поведёт в стерео. И, конечно же, в самом конце мы открутим болты, где моя отвертка, и взглянем на конструктив российских инженеров. Вы же знаете, на моём канале всё должно быть максимально прозрачно и по существу. Ну, казалось бы, CD проигрыватель 2025 год на носу, зачем он нам нужен? Ну ладно, ещё винил для олдфагов, это самое то, так сказать, хотя я их не жалую. Но диски, вы ещё про кассеты бы вспомнили, это полнейшая глупость, кому придёт в голову тратить деньги на носителей в эпоху стриминга. Но на самом деле не всё так просто. Если вы спросите меня, то я оцениваю звук с классного CD намного выше, чем с элитного винила. Мне больше нравится прозрачность цифры, чёткость и динамика на низких. Да и первое удобнее хотя бы потому, что можно переключать песни, а как с винила вы это будете делать? Это надо вставать, поднимать этот тонарм, прицеливаться на нужный трек. Это безумно сложно. Я привык всё по-простому. Нажал и всё. Второй момент. У многих есть серьёзные залежи носителей, лицензии, так сказать, с красивыми обложками. У меня порядка 200 штук отборных, как правило, японских изданий. Мне приятно порой взять небольшую пластиковую или бумажную коробочку в руки, вот так вот, открыть книжечку, полистать фото, так сказать, былых лет и немного поностальгировать. Но всё это особенно интересно, когда какие-нибудь красивые девчонки там, типа фитоняшек. Вы, кстати, знаете исполнитель фитоняшек? Напишите пожалуйста в комментариях. Вот этот мужик мне не нравится вообще, поэтому на него не будем ностальгировать, это факт. И третий момент. Перед нами не просто CD. Это настоящий комбайн уже с функцией воспроизведения этих самых дисков. По сути, это предусилитель, причём очень высокого уровня. Если у вас есть мощник, то вы можете просто по балансу, на худой конец по RCA подключить два провода, лучше качественных вроде кимбер, и получить крутое звучание. Громкость будет регулировать вот это вот, ну не клавиша, а как это назвать, друзья? Ручка, ручка, друзья, видите, на ней написано. Меню, пуш. Хотя можно было и подписать мастер волюм. Действительно, предчасть в нашем герое реализована на высоком уровне. Но это ещё не всё. Цифровой сигнал обрабатывает чип Cirrus Logic CS4398 Multibit Delta Sigma DAC. Естественно, с мультибитной архитектурой над Delta Sigma модуляцией. Простыми словами, ну, это очень хороший звук. Это, по сути, студийное качество у вас дома. Это ребята, наши российские инженеры, не пожалели, скажем так, на обвязочку, на всю на эту. Я сейчас вам ещё покажу пару интересных штук. Вообще, возможных источников сигнала целых 7, и это за 75 тысяч рублей. То есть, 10 с небольшим тысячи за каждый. Где вы такое видели в подобном форм-факторе? Спорим на этот компакт-диск, что аналогов нет. Жду вас в комментариях, друзья. Докиньте к этому возможность читать DSD с флешки, и мы опять получаем убийцу в начальном и среднем сегменте. Давайте включим в розетку, посмотрим на его фасад. У нас большая такая вот толстая алюминиевая крышка. Как всегда, всё сделано в едином стиле премьера. Кто говорит, что дизайн китайский, ребят, ну, откровенно говоря, я с вами не согласен вообще. Либо вы какие-то злые, либо, ну, что-то не так с пониманием. Очень интересный фасад. Конечно же, будем честно, что вот дисплей снизу немножечко спорный. Я бы поместил бы его, наверное, всё-таки наверх, но это тоже такое интересное решение. Металлическое, опять же, всё. Кнопочки приятные на ощупь. Здесь впереди у нас торчит гнездо для флешки, как всегда, для наушников. Также у нас есть возможность подключения, так сказать, с большим джеком. Не маленьким, 3,5, а побольше. Ну и, конечно же, видите, клавиши Volume, Next, предыдущие. Открыть, соответственно, лоток. Кстати, давайте мы сейчас включим, друзья. Нажимаем. У нас должно появиться такое красивое белое сияние. Модель, естественно. Сразу стрим. Это же не просто у нас CD, это ещё и стример. И вот жмём кнопочку. Па-бам! Выезжает лоток. Ну, что я могу сказать? Видите, да? Он, скажем так, не жёсткий. Но, с другой стороны, я видел, как реализован лоток на том же Taddy. А вы знаете, что это за бренд супердорогой. Да, там был он металлический. Но сам проигрыватель стоил 2 миллиона. И он тоже был достаточно хлипкий. Поэтому претензий нет. У того же самого Rotel, который стоит подороже, ну, ещё более такая хлипенькая крышка. Поэтому сидеть мы на ней, естественно, не будем. А для того, чтобы вставить компакт-диск, его вполне хватает. Я, кстати, всегда привык вот так вот закрывать, чуть-чуть надавить, и он сам должен, соответственно, заезжать назад. Вот это вот у нас не только, скажем так, переключение. Но если мы используем его в качестве предусветителя, это у нас будет громкость. Так что очень удобно, друзья. А вообще нельзя, да? Вы знаете, что вот так вот поворачивать и вообще трогать CD-проигрыватели, когда в них вставлен диск. Особенно, когда мы жмём кнопочку Play. Так что не испортите лазер, друзья. Но мы же ничего не включаем, поэтому можем себе позволить. Мы же там ещё и рубим, там всё пилим. Так что такие мы агрессивные ребята. Смотрим, что за... А, кстати, последний момент. Ну, опять же, такой вот нюанс, это придирки мои. Я бы, конечно, хотел бы экран цветной, какой-нибудь супер AMOLED, как на моём смартфоне. Но здесь вот он максимально простой. Ну и цена, друзья, не забывайте. 75 тысяч рублей за такие функции. Но об этом ещё чуть позже. Так, выключаем. И заходим сзади. Отсоединяем кабель питания. Не дай бог токи, это всё опасно. Особенно, если это фуко. Так лучше видно, да, друзья? Я думаю, что да. Ну так вот. А, для чего вообще кабель питания крутой? Ну, вы же знаете, что это как фильтр, да? Ну, вот к вашей квартире подходят десятки километров разных труб, которые несут грязную воду. Но в конце, в финалочке, так сказать, стоит фильтр. И вот он как раз-таки всё это дело и отфильтровывает. Также у нас и по питанию, если мы говорим про чисто электричество, вот этот маленький метровый, а лучше двухметровый отрезок, он и будет вам всё это дело фильтровать. Но сейчас не об этом. Посмотрите, какое многообразие. Здесь есть всё и немного больше. Вот всё, кроме HDMI. Вот эта штука действительно мне бы здесь пригодилась. Но в остальном абсолютный, так сказать, аудиофильский... Как это назвать? Ну, не будем пошлым. Секс. Да? Смотрите. Аналоговые выходы. У нас есть RCA и баланс. Баланс однозначно лучше. Сразу буду пробегаться, так сказать, потому что я этот аппарат тестировал и буду говорить вам, как его лучше использовать. Если есть возможность подключать по вот этим, скажем так, кабелям, то однозначно используйте. Второй вариант. Если вы его используете, ну, подключаете, например, к вашему ЦАПу, такое тоже возможно. Я тоже подключал и пробовал. Лучше всего звучит АЭС, извиняюсь, ебу. Тослинг нет, КОКС неплохо. Дальше. Что у нас? Ну, Wi-Fi антенна, да, она здесь есть. Это хорошо. Bluetooth самый ужасный сигнал был. Вообще никакой. По сравнению, опять же, с тем же самым стримингом. Также у нас здесь есть USB-аудио, то есть компьютер определяет, как звуковая карта. Тоже в целом неплохо, хотя вот, опять же, АЭС ЕБУ лучше сработал, по крайней мере, с моим ЦАПом. И что еще здесь можно сказать, друзья? Да в целом все ничего. HDMI, конечно, я бы протестировал. Но, опять же, за эти деньги это просто полное многообразие. И самое главное, если у вас просто есть мощник, подключайте к нему, и все, вот вам счастье. Это очень круто, и вот максимально разнообразно за эти деньги. То есть, по сути, такое профессиональное устройство. Еще раз посмотрите, друзья. Давайте вот зайдем вот сюда, и увидим, знаете, какой болт? А знаете почему? Потому что здесь стоит тароидальный трансформатор. И мы сейчас вскроем эту коробку, и посмотрим, как же все сделано. По поводу ножек нормальные, за эти деньги вообще никаких претензий нет. Еще здесь дополнительная такая прокладочка, которая, скажем так, больше гасит вибрации. Ну что, открываем и смотрим, что у него внутри, как российские инженеры. А вы видите здесь заветную надпись. Разработана в России ОАО фирма ММС. И теперь, друзья, это уже бренд. С этим надо считаться. Хотите вы или нет. Но премьера теперь делает очень серьезные и крутые вещи по низу рынка. Друзья, и не забывайте, что я делаю домашний кинотеатр, ставлю стереосистемы, подбираю компоненты. Пишите мне в Телеграм, записывайте свои вопросы, отсылайте мне их. Вообще, как можно записывать вопросы? Я должен записывать ваши вопросы. Ну ладно, это уже другая история. Так вот, Телеграм-группа у нас есть, где эксклюзивный контент. Обязательно подписывайтесь. И что еще там? ВК, Рутюб, что там, Дзен, ВКонтакте, да, я уже сказал, это все. В общем, смотрите нас, где угодно, самое главное, не теряйте и получите качественный контент. Последние шурупчики или винтики. Что это такое, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы же постоянно меня поправляете. Ну, я в целом рад. Почему не послушать сверхразум? Ведь мы, когда объединяемся в группы, то мы можем генерировать суперкрутые идеи и как раз-таки делать друг друга лучше. Ну что, вскрываем крышку. Она, конечно, там не бронебойная, то есть, от каких-то вражеских пуль не защитит. Кстати, в ближайшее время мы расстреляем кое-какую колоночку. Мы уже пилили, били, рубили, теперь расстрел идет. Но это в другом видео. А вот в этом посмотрите, что нас ждет, друзья. Посмотрите, как же классно он сделан. И это за 75 тысяч рублей, друзья. Я вспоминаю Кемриджи, как были сделаны. Я вспоминаю, как были Найды сделаны, которых внутри просто ничего нет. А здесь, посмотрите, тороидальный трансформатор, друзья. Посмотрите, какой он классный. Да, он не огромный, но вы знаете, он примерно по размеру, посмотрите, по размеру он примерно как у Брайстона у моего, который стоит там 400 тысяч. Да не, подождите. BDP3 мой стоит на Линуксе 800 тысяч, друзья. А он просто выступает как стример, по сути. Там нет даже диска, а еще к нему нужен ЦАП. А здесь у нас все вместе. И взгляните, как же хорошо все сделал. Вот, кстати, лазер, друзья, мы не будем на него, так сказать, дуть, смотреть, даже дышать не будем, потому что ни в коем случае нельзя его никак повредить, иначе будет, скажем так, плохо. Не считайте с компакт-диска информацию. Также, посмотрите, что здесь уже есть жгуты, так как, например, в усилителях премьера, например, в той же самой суперкрутой А3С, там все сделано плата в плату. Здесь нет, здесь немножко по-другому, но как бы тут у нас и бюджет поменьше. Опять же, что я еще могу сказать? Да, в принципе, ничего, все грамотно сделано. Конечно, я хотел бы, чтобы отделили трансформатор какой-то, не знаю, перегородкой, либо сделали такой отсек металлический для него, но так тоже, скажем так, неплохо. Я уверен, что, хотя нет, ну вот все влияет, все вот эти мелочи, но опять же, это бюджет, может быть, это в следующей серии, а пока имеем то, что имеем. Нравится мне это все или нет? Да, безусловно, выглядит хорошо. Опять же, посмотрите, если вы хотите там сами сделать что-то подобное, ну, смастерить в гараже такой усилитель, да без проблем, пожалуйста, видите, вот, даже покупать не надо, можете посмотреть мои видео, и здесь все будет как на ладони. Выводы, друзья, это очень универсальное устройство, которое стоит неприлично дешево, это шикарное приложение Audio System с вами будет, с помощью которого можно создать целую экосистему из разных, опять же, устройств премьера. Хотите Tidal, пожалуйста, Cubus, нет проблем, интернет-радио, все работает максимально стабильно и просто. Но это ли главное, друзья? Звук, безусловно, звук стоит на первом месте. Подобное универсальное устройство, как правило, ставит не во главу угла качества звучания, но премьера, это исключение неисправил, потому что подключить его к мощнику от Tone Winner, например, с огромными синими стрелками, помните? И вы получите мега-классную связку за менее чем 300 тысяч рублей. Конкурентов в этом бюджете просто нет. А если мы добавим брендовый, новейший мощник от премьера с их тоже фирменными стрелочками и потрясающим качеством звука при цене 150 тысяч рублей, вот, вот, друзья, где будет максимальный, скажем так, пик удовольствия. Вот эти вот устройства от премьеры, они действительно нас относят в страну Аудиоландию, мифическую страну, которая, к сожалению, никогда будет нам недоступна, но с ними она вот рядом с нами. Что это за страна, где все супер дешево и играет на высшем уровне? Потому что действительно премьера нам дает вот это ощущение. Я выжил из него максимум, когда подключил AES EBU к кабелям, своим классным кабелям, к своему ЦАПу, Брайстон, друзья, который был, соответственно, подключен к преду и уже пред был подключен к мощнику. Это было потрясающе. Шикарный звук. Рок играл великолепно, классика играла великолепно. Я всегда проверяю на этих жанрах устройства, колонки. Рекомендую вам выбрать какие-то свои референсные записи и тестировать, потому что рок, он, как правило, очень тяжело вообще отыгрывается. Почему на выставках все ставят всякие композиции, когда один человек поет, там какая-нибудь гитара бринчит, либо, не знаю, какая-нибудь флейта играет, это никому не надо. Это все хорошо отыгрывается, там даже на средней руке системе. Но, если вы включите какого-нибудь рамштайна, где есть паник, где есть волна, практически большинство систем не справляются с такой подачей. так вот, наш герой справился. У него реально свой привкус, у него хорошая атака, хороший бас, очень крутая функциональность и самое главное, ну как, не знаю, может быть, для меня это не самое главное, но для многих это как бы основа. Все-таки я готов месяц не поесть, условно, но купить желанное устройство, я готов копить, поэтому я могу переплатить за какие-то товары. Некоторые люди не готовы, но действительно 75 тысяч рублей вот за такое устройство, за такой комбайн это реально круто. Поэтому, если вы хотите создать, скажем так, систему из нескольких блоков, а это всегда лучше, чем что-то одно, например, когда в интегральном усилителе, например, мы возьмем, вот человек хочет купить все в одном, это самый бюджет, это премьера А1, дальше я бы все-таки добавил бы и взял бы отрез. Если вы хотите получить уже раздельную систему, то, безусловно, берете вот это устройство, тут у вас и стример на борту, тут у вас и CD, подключаете обязательно по балансу к мощнику премьера, который стоит 150 тысяч рублей, а выглядит на все там 800, и вуаля, как говорит мой друг Жермес, огонь, пушка, петарда.